всем привет это ильин сергей он же сирене из гачины будет очередной обзор азиатского доширака на этот раз такой вот стаканчик это китайская лапша купил в красном драконе кстати мне ее посоветовал владелец магазина сакура что в гачни находится торгует тоже азиатскими вкусняшками всякими изображен здесь поваренок я вот думал думал где мог этого поваренка видеть раньше и вспомнил что на wildberries я заказывал вот такой комплект четыре в одном и сейчас я приближу вот такой же точно поваренок здесь это все обзывается мастер канг то есть удалось идентифицировать что за лапша что за производитель потому что на сайте красного дракона не указано ничего про это просто написано с мясом и овощами так характеристики отзывы ну как всегда тут 0 а вот что то есть китайская лапша быстрого приготовления говядина подойдет тем кто любит блюдо в корейском тут уже бред написан потому что лапша китайская кто в корейском просто копипейст в общем не будем здесь читать тогда или вот прочитать что залить кипятком накрыть крышкой пять минут настаивать сначала распакую баночку посмотрю что там внутри находится и так распаковка одной рукой провернуть ну и вот что у нас здесь есть тут у нас есть порошочек у нас есть заправка основа есть овощи в общем 4 пакетика и здесь тоже что-то присутствует вилка ну вроде все вот сама лапша так выглядит чайник закипел содержимое пакетиков я высыпал вот так вот аккуратно получилось жидкая кучка красная сыпучая справа овощи в общем будут заливать водой непонятно правда обратно же до какой отметки много мало чтобы не переборщить вроде маловато у меня в чайнике воды не так уж и много было вот блин засада достаточно мне кажется или перемешать может таким образом он вкусно пахнет кстати уже чувствуется что прикольная получится штуковины в общем ждем пять минут пять минут прошло если даже может даже больше ну так все это выглядит и довольно только приятный запах стоит на кухне сейчас еще раз основательно все это переколбашу перемешаю пойду в комнату кушать за кадром я немножечко попробовал и мне показалось что слишком ядрена то есть вот смотрите есть риска вот тут а я налил аж на сантиметр целый ниже поэтому я немножко долью типа разбавлю сейчас должно быть самый раз ну да очень приятно как бы остренько умеренно остренько насыщенный вкус что-то квашеное такое то ли говядина то ли грибы не знаю но вкус классный на порядок лучше обычных дошираков сетей типа там пятерочка семи шагов их прочих прочих сейчас еще еще раз ложку возьму чтобы окончательно удостовериться но в принципе да мне очень нравится с большим удовольствием съем может походу какие-то комменты буду наговаривать что в голову придется в общем я продолжаю есть и мне это дело очень нравится и из ассоциации вот у меня пришло что в голову повспоминал то что я уже когда-то заказывал и обозревал на своем канале тоже вот китайская была что-то вот сродни есть или вот это китайская тоже обозревал и если вот это лапша вот как бы она дешевая что характерно вот для меня эталон можно сказать и это я не помню сколько я поставил баллов возможно 10 вот если на них ориентироваться то это я бы 9 поставил потому что тоже очень достойная или же вот к примеру вообще суперская это от компании чан-жи тоже что то есть в этой лапше схожие единственное если вот та лапша который вот сейчас на экране монитора у меня она более концентрированная ядреная здесь же мне кажется дело в том что я в первый раз воды налил слишком мало а вот когда по отметку долил получилось воды слишком много вот сейчас я кушаю мне кажется что лучше бы я какой-нибудь золотой серединке бы держался то есть рекомендую наверное все таки не по эту отметку наливать а вот сантиметр или полсантиметра ниже не так лапшу я всю съел ну да по итогам 9 баллов вполне себе это лапша заслуживает единственное чтобы вкус был более насыщенным ярким все-таки воды надо меньше добавлять определенным чем это сделал я ну и вот это был ильин сергея он же сирене из гатчины подписывайтесь на мой канал ставьте лайки смотрите мои другие видео про азиатскую еду и не только про нее всем пока